Адрес звучит в том смысле, что вы были руководителем земельной комиссии и действительно были. Более того, голосовали за все решения, связанные с отведением земли. Более того, упрекают даже в том, что по вашей инициативе участок, который был отведен, как теперь ясняется, незаконно был увеличен договор. Вы знаете, я помимо работы депутатом городского совета и руководителем земельной комиссии работал еще во многих организациях, и общественных, и частных. Поэтому, в принципе, можно 10-20 летнюю давность поднимать и рассматривать, задавать эти вопросы. Я открыт и публично готов ответить за свою деятельность как общественника, так и бизнесмена. Значит, что касается Ливаневцев и выделения земли. Как вы все знаете, я являлся депутатом городского совета и возглавлял земельную комиссию. Я неоднократно заявлял, что та комиссия, которая работала в период 6-10 года, она была одна из самых коррумпированных. По причине того, что находилось огромное количество депутатов, которые шли в эту комиссию только для того, чтобы увеличить свое благосостояние и имущество. И вы, если помните, были депутаты, которые вымогали у предпринимателей деньги для того, чтобы решить вопрос по земельной комиссии, по архитектурной комиссии и так далее. Что касается непосредственно данного вопроса. В комиссии я находился один. Количество депутатов, если я не ошибаюсь, было 11, потом увеличилось до 18. Я вам больше скажу, тот человек, который это заявляет, первое, документально, второе, касается общественной организации «Наш город», то к данным обращениям, которые выделяли фирмам, по-моему, частным структурам, землю, у которых являлась собственность на территории ливаневцев, прилагались письма общественных организаций, которые были зарегистрированы на территории данного микрорайона. Если вы помните такую общественницу ШУСТ, которая входила в общественную организацию и наш город, которую возглавлял известный экс-депутат, так вот от данной организации была просьба, ходатайство о выделении данного земельного участка. В связи с этим я хочу сказать, что если есть нарушение законодательства, значит, должна была реагировать прокуратура. Но перед тем, как выносить на комиссию данный вопрос, он проходил управление земельное, он проходил управление архитектуры, после чего только выносился на рассмотрение земельной комиссии, в которую, повторяю, входило 18 человек. Что касается микрорайона Ливаневцев, насколько я помню, там около 10 компаний, которые имели право собственности на этой территории, претендовали на земельные участки. И там были постоянные споры, постоянные разбирательства. Поэтому покажите мне эти решения, я вам скажу, присутствовал я и голосовал я или нет. Я еще раз повторяю, что с моей стороны нарушения закона не было.